приветствую всех на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим наш уход за младенцем нам уже три месяца мы уже в принципе не маленькие рассмотрим наш утренний туалет что мы делаем утром чем пользуемся что входит в наш уход начинаем утро с того что мы снимаем памперс и проверяем состояние кожи сразу покажу памперсы которыми мы пользуемся вот такие вот памперсы мои любимые муны они мягкие очень и тоненькие и здесь если вдруг мы видим с вами покраснение то я использую вот этот вот крем под подгузник он в принципе подсушивает опрелости и составе в него как раз таки входит цинк в принципе можно использовать такой любой крем который имеет подсушивающий эффект также нам давали в роддоме вот такой вот кремчик от mistela тоже подходит на мне больше бюбхи нравится и также я знаю что хвалят сюда крем но я еще не пробовала а в общем сняли памперс проверили состояние кожи если требуется наносим уход если же нет то я монтэ оставляю лежать некоторое время без памперса либо голеньким допустим если у нас солнечная погода вот как сегодня я оставляю его немножко голеньким полежать на солнышке если я хочу чтобы он долго полежал то в принципе можно использовать трусики хлопковые сейчас покажу какие у нас есть мы используем вот такие вот заказывала их на озон оставлю вам ссылку на них в принципе очень удобные не давят они большие я покупала сражение но они достаточно большие хотя это 56 размер по моему то есть вот такой наборчик из трех трусиков хлопковых надеваете малышу и он вас отдыхает от памперса очень удобно для мальчику потому что если допустим не одеть то все вокруг будет мокрым если прохладно то я одеваю ему брючки то есть вот обычные ползунки используем одеваю прям без памперсов и он писается в них так можно пожалуйста мамочки все красиво оставить да можно пожалуйста так носками не делать сильно когда он только родился я его умывала ватными дисками но сейчас мы ходим с ним в ванну я его там умываю и в принципе сыраю полотенчиком после того как мы умылись я наношу его на зону шеи вот здесь вот за ушками разные средства уходов с приятным запахом допустим это может быть такое молочко от бюбхен с очень приятным ароматом или же наношу масла в данном случае вот мы пользуемся такими маслами очень вкусный аромат просто после умывания наносим такой уход чтобы кожа была мягкая и в принципе очень приятная душка них также не забываем проверять за ушками и вот здесь вот состояние кожи если покраснение опять же а может быть такое да вот прям открываем и смотрим если здесь покраснение то можно намазать вот данные кремчики и в принципе это помогает дальше после как мы умылись да нанесли там уход масла и молочко мы переходим к носику и кушкам проверяем нужно ли почистить да да мы не будем тебе сейчас чистить да да он не любит чистить носик не любишь чистить носик здесь у меня есть вот такие вот палочки сейчас поближе покажу вот эти я использую для носика самого рождения ну в принципе некоторые боятся но я аккуратно ограничивая свои движения и убираю все ненужное это используем для носика и вот эти палочки с ограничителем уже для ушек также если мы видим что у малыша часто или у него есть сухие образования в носике то используем аквалор baby это просто раствор морской воды после того как мы почистили носик и ушки мы проверяем наши ногти проверяем манипуль вот нам уже скоро пора стричь ногти такие ножнички от очень нам нравится вот запомнить если вы тоже в поиске хороших ножниц для малыша мне очень понравились с ними легко работать легко стричь общему советую далее мы это конечно не обязательно но мы в нашем уходе используем мягкий гребешок и мы просто немножечко поправляем наши волосы чтобы выглядеть опрятно да манты очень хороший гребешок мне нравится в наборе идет данный гребешок мягкий и идет еще обычный гребешок но это для детишек постарше уже у которых зарос родничок то есть ну после года от фирмы чико после того как мы все это сделали можем сделать небольшой массаж но мы не каждый день его делаем допустим берем вот ладошки вот так вот разминаем и делаем вот так вот лучки у нас небольшой тонус мышцах пока есть дома еще маленькие все равно мы еще не такие большие и разминаем немножечко ручки делаем небольшую разминку массажик животика можем поделать можем поджать вот так вот ножки и поставить как раз таки разные картинки черно-белые для того чтобы малыш фокусировал на них зрение и как-то не вызывают у него интерес тоже оставлю вам ссылку на наши картинки в принципе они идут наборчиком и тут много разных картинок черно-белых вот мне тоже понравился данный наборчик поэтому если кому-то тоже нужно я оставлю ссылочку внизу в описании поэтому переходите смотрите ну тут куча разных интересов и главное малышам нравится он по-моему месяца вроде начал обращать на них внимание или даже раньше также это конечно не входит в ход но хотела вам тоже посоветовать такую свою находку это грелочка в виде такой игрушки с вот таким вот опять-таки черно-белым рисунком для того чтобы малыш обращал внимание можно использовать как игрушку милу не как грелку конечно же нам очень нравится допустим у нас сегодня ночью болел животик и я взяла его к себе в кроваточку положила эту грелочку на животик нагрела и он с мамочкой бабунинку уснул ему стало легче то есть действительно облегчает состояние малыша когда у него болит животик поэтому опять-таки оставлю ссылку на зоне тоже можно заказать если вам интересно смотреть организацию нашего комода пеленального то я могу снять отдельное видео на эту тему поэтому напишите в комментариях интересно ли вам было бы посмотреть такое видео от меня это был наш весь уход а это мы заканчиваем наше видео малыш уже у нас почему-то нервничает да он хочет пойти играть на коврик уже спасибо вам всем за просмотр забывайте ставить лайк если вам понравилось и подписываться на канал чтобы не пропустить новые видео